А может, а может, а может, а может всего много-много впереди. Ну, то есть, посмотрим, поживем, увидим. Пока мы занимаемся тем, чем мы занимаемся. И все, дай бог, дай бог всем здоровьем. Орлова, слушайте, Ольга Орлова отлично справляется. Поначалу, конечно, ей было тяжело. Я видел, как она была в самом начале. Ей было очень тяжело. Сейчас она потрясающе справляется, особенно в тандеме с Владом. Мне очень нравится эта пара, правда, очень нравится. Молодцы. Да что вы тоже так, вы не нападаете на ведущих. Я вам объясню причину. Вы вспомните Ольге Бузовой, как тяжело давалось ведение. Она же там и слова путала, и ударение неправильно. Сейчас посмотри как. О, не остановить, тараторка. Понимаете? По чуть-чуть, постепенно, постепенно, постепенно. Все там набираются опыта, и все выстреливают. Я еще раз повторяю, сегодняшний ведущий, все каждый на своем месте. И каждый заслуженно там находится. Все, вопросов нет. Спилберг, да откуда я знаю? Спилберг, я думаю, что причина того, что они взяли Спилберг, связана с тем, что она в Ютьюбе, у нее много подписчиков. И они таким образом хотели вытащить молодежь из Ютьюба, дабы привлечь внимание еще молодежи. Но молодежь на это уже не ведется. Я думаю, что это выстрел в небо, конечно. Это большая ошибка. Это не работает. Люди, молодежь, которая сегодня сидит в Ютьюбе, она включает Дом-2. Да она вообще даже телевизор не включает. Она вообще не понимает, что там происходит. Вообще не понимает, что там происходит. Вот с этим я не согласен. Да кому по-хорошему нужно мое мнение там согласен, а не согласен. Так, все, смотрите. Так, значит, оскорблять никого не нужно. Еще один комментарий оскорбительный по поводу ведущих Дома-2 я буду вас блокировать. Все, я говорю конкретно за себя. Ты же сказал, что понятно, как Орлова туда попала. Как же? Ну Орлова, это же бывшая жена директора Дома-2 сейчас. Хозяина Дома-2. Карманова. Тебе бы пусть говорят вести на первом. Ага, конечно. Рейтинги маленькие сейчас. Битва экстрасенсов, это правда? Без понятия. Ты большой молодец, большой буквы. Кузин идеальный ведущий. Битва экстрасенсов я знаю правду, но не буду о ней говорить. Я не хочу никого расстраивать. Один вон уже ляпнул, рыженький, и потерял работу. Все правильно говоришь. Захар тоже вы... Захар? Что Захар? Ребят, ну вы хватит вам что ли? Ну, ребят. Я о себе говорю сейчас. Дома-2 сейчас прям сплошное лицемерие. Так, ладно, пусть говорят. Да, во как. Во как. Где Гобозов, мать, сейчас? Без понятия. Ты бы... Да ничего не знала. Ну, как вы не знали? Это везде пишется, это везде говорится. Что значит, вы не знали? Ольга Хар... Мне тоже Орлова очень нравится. Очень нравится как ведущая. Почему Михайловского убрали? Михайловского не убрали, Михайловский сам ушел. Ну, потому что всему, все, что начинается, имеет свойство заканчиваться. Он просто... Просто, наверное, устал и... И ушел. Тебя ждет больше, чем дома. Вот я тоже думаю. Да там все... Все, хватит. Орло... Орло, кстати, Орлова, да, у нее она... Она прям добрая-добрая. Хороший человек она. Жень, бог тебе и твоим близким. Спасибо. Это все в шоу. Непонятно, как эти передачи верят. Рыжего выгнали с экстрасенсов. Да, выгнали. В первый слой с бородин... Нет, не общаюсь. В Ютубе идущие к черту. Посмотрите там все битвы экстрасенсов. С кем-нибудь друзья? Нет, ни с кем. Здравствуйте, здравствуйте. Елку нарядить... Да какую елку? Показать тебе елку свою. Вот моя елка. Тархон у меня стоит. Вон у меня семечки тыквенные, обычные. Там кедровые орешки. О, видите? О, какая елка? Елки-палки. Пакет вон с мусором стоит. Завтра отнесу. На улицу нельзя выносить. У меня тут шесть кошек живет во дворе. Они все раздербанят. Нигматулина. Ага. А где ужин? Я поел уже. Ужин в казане. Макрона по-флотски сделал. Макароны по-флотски сделал. Хатка-холостяка. Ну да. Чисто так, умница. Да, у меня всегда чисто. Чистенько. Спасибо. В каком районе? Я не в Сочи, я живу на Красной Поляне. Они звали вас на обсуждение с Сашкой? Нет, звали, конечно. Конечно, звали. Много раз звали. Мы просто не ходим туда. Жень, болит душа, что делать не живу, а существую. Ну, надо, ну, это такой очень серьезный вопрос, и не в эфире здесь это нужно. Что скажешь про Санбурскую? А мне она нравится. Ну, я не знаю, что сказать мне. Ну, я правда не знаю. То есть я, она там написала, конечно, оскорбительные вещи какие-то по поводу участников, ведущих там, тех, кто смотрит. Но я просто себя к этим людям не отношу, я не отношу себя к днищу, поэтому мне она нравится. Она веселая, харизматичная, у нее очень смешные ролики. Вообще нет никаких вопросов и претензий. Все очень просто. Скумбрия в Китай уехала? Ага, уехала. Как забыл инцидент с батлом комедии? Как забыл инцидент? Да не как забыл, время, время, время проходит. Неординарная там, возник по всем. Я не понял. Ты кому это вот это пишешь? Алинчик, 90. Ладно, давай даже не буду этот. Ну, ладно, может она не про меня пишет. Женя, у меня папа умер, не знаю, как пережить это. Ну, нужно дальше жить, потому что он же смотрит на тебя и хочет, чтобы ты была счастлива. Поэтому, когда ты плачешь, он тоже страдает. Отпусти. Когда обратно в Москву. Самбурская правдорубь. Да дело-то не в том, что она правдорубь. Ее надо воспринимать как девочку, которая что-то иногда говорит, что что-то есть смешное, а что-то не смешное. Все, вот и все. Что вы так серьезно воспринимаете? Вы какие-то очень странные. Вы сегодня в интернете кто пернет, вы вот это обсуждаете. Да не воспринимайте вы это все серьезно. Это все такая ерунда и болтология. Вообще не воспринимайте. Люди там... Ну, мы привыкли. Интернет дал нам возможность выйти из кухни в социальные сети. Понимаете? Раньше мы сидели на кухне. И интернет дал возможность безнаказанно друг друга оскорблять. Ну, до поры до времени. Я имею в виду оскорблять. Не обращайте вы внимания, Господи. Посмейтесь и все. Идите дальше. Занимайтесь своей жизнью. Что вы так заморачиваетесь? Жень, когда я открываю свой звезд? До скорого. Да, Ричмонд. Не было кента сегодня. Купил Ричмонд. Кстати, мне нравятся шоколадные. Прямо вот прям зашли мне. Хотя потом я купил кент две пачки. Но уже когда домой ехал. В 30 лет, 30 лет только женщина жить начинает. Опытная уже, матерая. О чем вы говорите? Только жизнь начинается. Что значит крест на себя поставить? Ну, не родила ты в 30. Значит, не встретила того мужчину, от которого бы нужно было рожать. Я тоже не знаю, про какую Софию они пишут. Частный дом это. С тобой как-то не пойму, почему залипла. А я приеду на Новый год на Красную Поляну. Ну, это хорошо, Леночка. Тут не ты одна приедешь. Вся Россия сюда приедет на Красную Поляну на Новый год. Тебе предлагали рекламу? Ты ведь известная личность. Извечная личность. Извечная. Народ, что вы пишете? София. Да какая София? Подождите секунду. Там Саша что-то пишет. Я с вами. Пепел струсит. Да все. От короны будешь прививаться? Слушайтесь. Слушайтесь. Саша эфир, видать, палит. Нет. Она там про другое спросила. Дочка наклацала что-то на пульте. И настройки сбились. Я рассказал, как и все это вернуть назад. Все нормально. Все нормально. На Красной Поляне. Жень, зарядку делаешь? Да, делаю. 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 Каждый день делаю. Каждый день делаю. О. Видите уже. Ах. Женька, где? Да я же не знаю. Вы каждый день. Вот ты, вот Наточка. Ты каждый день меня спрашиваешь в моем эфире. Дневном, вечер. Где я буду встречать Новый год? Ты хочешь, чтобы я его с тобой встретил? Я понять не могу. Что за вопросы? Где ты будешь встречать Новый год? Улица Советов, дом 42, второй этаж, квартира 53. Будут там встречать Новый год. Ну, что за вопросы? Где ты будешь встречать Новый год? Где ты будешь завтра? Давай я спрошу тебя. Где ты будешь завтра? Да откуда я знаю? Да дайте дожить до этого Нового года. У вас какая лапушка? Да, спасибо. Хочется с тобой видеть. Да я тоже думаю. У меня. Вон у нее буду. На линке пишите все. Там и увидимся. Спой, Натали. Не до Натали. Жень, ты не ответил. Помирись с Сашей, потом сложнее будет. Хорошо, Галочка. Спасибо за совет. Спасибо. Давай эфир желаниями сделаем. Может он к дочке поедет. Многим вообще сейчас пофиг. Да по какой вы, ребят? Еще раз. Я не воспринимаю Новый год как праздник. Для меня это не праздник. Вот Новый год я не люблю. Я тысячу раз это говорил. Для меня это не праздник. Новый год. Что Новый год? Что дальше Новый год? Вы думаете, что... Смотрите, у нас страна такая. У нас же все. У нас, понимаете, у нас 90% православные люди. Они верят в Бога. И еще они верят в деньги. Понимаете? Только потому, что многие, кстати, из этих 90% верят в Бога. Это только потому, что, ну, это модно верить сегодня в Бога. А ты подойди к нему, спроси, кто такой Бог, кто такой Иисус, за что он умер и вообще что-нибудь. Спроси элементарные вопросы. Он тебе не ответит. Понимаешь? Это просто модно. На Пасху споткаться в храме. Понимаешь? Сегодня это такая мода. Нужно во что-то верить. Русскому человеку нужно постоянно во что-то верить. И сегодня ровно такая же ситуация. 2020-й, что ты с нами делаешь? 2020-й, какой ты сложный. 2020-й, ты унес столько жизней. 2020-й, когда ты закончишься. 2020-й, остановись. Ребят, если у вас жопа, эта жопа у вас будет. И 1 января, и 2, и 3, и 5, и в июле, и в августе, и в сентябре месяце. 21-го года и 22-го. Пока вы сами не возьмете себя за уши, не вытащите из этого дерьма, в котором вы сейчас находитесь. И не сделайте хотя бы маленький шажок к тому, чтобы, блядь, просветлению. Понимаете? А вы только... А у нас многие сидят и думают, 2020-й, когда ты закончишь? Да ничего не поменяется. Вы что, угораете, что ли? Вы реально верите, что, блядь, 1 января 2021 года все поменяется? Вам позвонит начальник и скажет, что ваша зарплата увеличена в десятки раз. Там вам позвонит бывшая там девушка и скажет, прости меня, я была такой тупой и глупой. Вернись ко мне, я люблю тебя. Что изменится? Объясните мне, пожалуйста. Ваш муж перестанет трахаться с вашей подругой? Нет. Ваш муж перестанет бухать пиво по воскресенье вместо того, чтобы проводить его с вами? Нет, он будет таким же. Все будет то же самое. Даже камни в почках, которые у вас есть в 2020 году, они перейдут с вами в 2021 год. Все останется с вами. Заканчивайте верить в эту херню уже. Это невозможно. Это, блядь, взрослые люди. А потом удивляются, почему нашу страну рашкой называют. Да угомонитесь вы уже. Ничего не поменяется. Будет ровно так же, как сегодня будет завтра. Пока вы не захотите изменить эту жизнь. Вы сегодня, завтрашнего дня, сегодняшнего дня можете ее изменить. И потом скажите мне, Кузин, спасибо тебе огромное, 2020 год был самым лучшим годом для меня. Сделайте хоть что-то, блядь, в этой жизни. А не сидите, не... У вас только одна позиция, значит, Путин плохой, власть, коррупция, воры, бандиты все. 2020-й отвратительный год, это все плохо, блядь, плохо. Конечно, у вас будет все плохо. Вы притягиваете к себе все это дерьмо. Когда вы просыпаетесь с мыслью о том, что все херово, оно и будет херово. Но не может к вам пробиться добро, свет, свет не пробьется. Вы себя обложили негативом. Да расслабьтесь вы, сбросьте всю эту херню. Станьте вы хотя бы немножко пофигистом. Просто пофигистом. Немножко расслабьтесь. Посмотрите на этот мир другими глазами. Какое красиво солнце. Какой красивый муж. Боже, какие у меня дети. Слава Богу, у меня есть две руки и две ноги. Я вижу, слышу и умею говорить. Слава Богу, Господи, спасибо тебе за это. Хватит ныть уже. Вы задолбали уже с этим нытьем сраным. Так, привет. В точку, Жень. Жень, ответ на вопрос. А ты хочешь быть значимым? Я и так значим. Для определенного количества людей я значим. Только, ну вот давай, ты в блок полетела. Давай. Ну все, все, понятно. С ТП успокаивайся. Иди водочки возьми, Кузин. Ну хорошо, давай тебя заблокирую. А там, гляди, и тебя встречу, уже пьяненькую. Почему ты думаешь, что Новый год это не... Я объясню. Я не воспринимаю Новый год как праздник. Не воспринимай его. Ну для меня это не праздник. Для меня праздник это 1 января. Вот реально праздник. Я обожаю 1 января. Я не люблю Новый год. Ты весь день к чему-то готовишься, думаешь о чем-то. В 12 часов бьют куранты, ты выпиваешь и в пол первого ты уже хочешь спать лечь. Потому что ты так затрахался за этот день, что ты просто хочешь лечь спать. Больше ты не хочешь ничего. А 1 января это салат оливье, который заветрился. Это курочка в холодильнике жареная, которую ты подогрел на сковородке с картошечкой. Это твои друзья, гости, которые начинают приходить. Вот это праздник. 1 января это да, вот это праздник. Это мощь. Я тоже. Жень, 2 января, если будешь на поляне, приглашаю тебя к себе на это торжество. Спасибо огромное. Да, я буду на поляне. Ты так не воспринимаешь, а что нас орать? Мы же воспринимают. Да я не на вас ору. Я орал на того. Я не на вас вообще орал. Я просто очень впечатлительный человек. Очень эмоциональный. Вот так я передаю свои, транслирую свои эмоции. Не нервничай на ночь глядя. Да, веселуха. Пельмешки домашние. Все же очень просто. А я обожаю суету 31. Ну понятно. Нет, да не вопрос. Слушайте, я же не навязываю. Я вам просто говорю, что я не воспринимаю этот праздник как праздник. Я его не воспринимаю. Для меня у меня все равно. 31 для меня это возможность в данный момент с моим бизнесом, возможность хорошо заработать. Все. Ни больше, ни меньше. Да кто там в глаза что скажет, я тебе умоляю. Согласна. В 12 часов ночи уже. Да понятно, что в 12 уже спать хочется всем. Уже все задолбались так уже. В смысле спать хоть не есть, не хочется, не пить. Ничего не хочется. Уже хочется спать. Спасибо. Где ты родился? Где я родился, там я пригодился. В Таджикистане, Душанбе. В этом году не будет Нового года отмечать. Жду Рождество. Всем не объяснишь. Все. Ребята, давайте. У меня живот заболел. Все. Доброй ночи вам. Спокойной ночи. Спасибо огромное, кто был со мной. Всем пока. И с наступающим.